Доброе утро, уважаемые коллеги! Очень рада всех поприветствовать на утренней сессии, посвященной клиническим исследованиям и от нашего центра, который является ассоциированным центром Северного Кокрейнского центра Кокрейн. Кокрейнское сотрудничество, и сейчас называется в более кратком названии Кокрейн, международную сеть представляет собой исследователей, специалистов здравоохранения, пациентов, потребителей, лиц, ухаживающих за пациентами, защитников прав пациентов и всех людей, которые интересуются вопросами здоровья. На сегодняшний день вопросы членства в Кокрейн пересматриваются, поэтому сложно сказать именно на сегодняшний день, сколько членов и сколько сторонников, поскольку Кокрейн меняет свои критерии членства, и, соответственно, эта цифра тоже всегда меняется. И эта международная сеть представлена специалистами из более чем 130 стран мира, и мы видим обведенный кружочек Кокрейн России, который был образован в 2015 году на базе аффилированного центра Северного центра Кокрейн, который существовал до 2015 года. И руководство Кокрейн поддержало нашу работу и дало нам возможность продолжать ее уже в качестве сначала российского филиала Северного Кокрейнского центра, и затем мы уже были переименованы в ассоциированный центр Северного Кокрейнского центра. В 2015 году, 7 декабря, состоялось официальное открытие нашего центра, и приезжал лично Марк Вилсон, генеральный исполнительный директор Кокрейн, чтобы поддержать наше открытие и дать ему официальный старт. Конференция КИКУМ-2015 проходила в Казанском федеральном университете при большой поддержке руководства Казанского федерального университета и многих наших коллег из разных городов России, зарубежных стран, в том числе и исследователей международных известных из групп Кокрейн. Почему Кокрейн? Почему общество было названо, международная сеть была названа в честь этого великого ученого, британского исследователя, который еще в 1979 году предложил, что великой пользой для медицинской профессии будет объединить все результаты, всех рандомизированных контролируемых испытаний и разработать для них критические резюме, которые будут периодически обновляться, и это является основой для информированного принятия решения здравоохранения. И эта идея была настолько действительно важной и настолько необходимой, что Кокрейнское сотрудничество, которое было образовано в 1993 году, было названо в его честь. Другое высказывание также актуально и по сегодняшний день, что действительно ресурсы всегда будут ограничены, это мы знаем, и они должны быть использованы для обеспечения именно тех мер помощи, которые действительно эффективны, то есть тех диагностических вмешательств, которые действительно работают и которые представляют собой основу для принятия решений. На следующем слайде просто хотелось представить вам официальную страницу сайта Кокрейн.org, и мы всех вас приглашаем на нее. Кроме того, официальная страница сейчас представлена на нескольких языках, в том числе на русском языке, и поэтому всю необходимую информацию о Кокрейнском сотрудничестве, о группах Кокрейн, о том, что делает Кокрейн, о доказательствах Кокрейн. Мы можем найти и на русском языке, и периодически мы поддерживаем русскоязычную страницу и обновляем ее контент. Важно заявить в рамках этой сессии нашей сегодняшней, посвященной клиническим исследованиям, что Кокрейн является партнером компании All Trials, основной призыв которой – это к регистрации всех завершенных и всех продолжающихся клинических испытаний и представлению их отчетов или результатов. Поскольку проведены сотни тысяч клинических испытаний, о которых мы не знаем, информация о которых непрозрачна, либо мы совсем ничего о них не знаем, либо данные, которые представлены официально, они ограничены. И эти данные действительно необходимы врачам, необходимы исследователям, необходимы регуляторам для того, чтобы принимать действительно информированные решения в отношении тех видов лечения, либо которые они используют, либо которые они финансируют. И поддерживается компания многими странами, многими организациями, и компания продолжает развиваться. Лири Евгейна тоже подробнее немного об этом расскажет в своей презентации. Что же делает Кокрейн, и для чего, и для кого оно работает, это сотрудничество? Самое главное, чем известно, конечно, Кокрейнское сотрудничество – это разработка своих систематических обзоров. Кокрейнские обзоры, они известны всем во всем мире, и разработка доказательств – это самая первая цель, и самая первая, к чему стремится устоянное совершенствование Кокрейнское сотрудничество – разработка достоверной и доступной медицинской информации, свободной от коммерческого спонсорства, что очень важно, и других конфликтов интересов, чтобы это не могло повлиять на разработку этих доказательств и представлениях результатов. И вторая тоже очень важная цель – важно разработать доказательства, но, кроме того, важно еще обеспечить их доступность везде, каждому и во всем мире. И для кого работает сотрудничество, для всех, кого интересует использование информации высокого качества для принятия решений в здравоохранении, и, конечно, чтобы сделать то огромное количество доказательств, которые мы на сегодня можем увидеть в клинических исследованиях, а их очень много, которые получают в процессе этих исследований полезными, действительно, для того, чтобы принимать информированные решения в здравоохранении. Разработка доказательств. Что именно? Какие доказательства разрабатывает украинское сотрудничество? Это систематические обзоры и постоянно стремится к повышению их качества. Систематические обзоры должны быть актуальными, современными и соответствовать потребностям на сегодня общества здравоохранения, для того, чтобы действительно они отвечали на важные для здравоохранения вопросы. То есть эффективно то или иное вмешательство, допустимо использовать то или иное диагностическое вмешательство для диагностического исследования. Кроме того, как Рейн разрабатывает и другие доказательства, доказательства в других форматах на основе синтеза научных данных, опять же, для информированного принятия решений здравоохранения. И, конечно, обзоры должны обращаться к тем исходам, которые значимы и для пациентов, и для здравоохранения в целом. И вот здесь включены маленькие картинки. Это название тех систематических обзоров, которым участвовали, в том числе, наши казанские исследователи. Исследователи Лиливгейна Зиганшина являются ведущим автором большинства этих обзоров. То есть это та работа, которой мы гордимся. Кокреевская библиотека – это, конечно, хранилище всех кокреевских систематических обзоров. Вы с ней все прекрасно знакомы. К сожалению, в России пока нет национального доступа, полного доступа к окрейновским обзорам. Но мы надеемся, что это в дальнейшем, конечно же, будет. Во всяком случае, развитие идет какое-то в этом направлении. Почему же систематические обзоры? То есть для чего они необходимы? В первую очередь, это очень эффективный способ оценки массива исследований, поскольку сберегает читателю то время, которое ему необходимо для поиска. Кроме того, представляет уровень экспертизы, необходимой для поиска, оценки и интерпретации результатов исследований. Изучает различия между исследованиями, что отличает систематический обзор, например, от одного отдельного исследования. И, конечно, надежная основа для принятия решений, поскольку представляет собой объективный, не смещенный сбор актуальной информации, и что несет, конечно, в себе пользу и для здравоохранения, для пациентов, и в том числе для будущих исследований. Важно отметить, что кокрейновские обзоры необходимы не только практикующим специалистам, но они также необходимы для исследователей, для того, чтобы они могли планировать свои дальнейшие исследования на основе того, что уже изучено. Поэтому рекомендуется всем исследователям, прежде чем начать. И какое-либо клиническое испытание, либо какое-то другое исследование в области биомедицины ознакомится с теми результатами, которые уже на сегодняшний день есть и показаны в систематических обзорах, и для которых показана актуальность именно в дальнейших развитиях и проведении исследований. То есть на это очень важно обратить внимание исследователей. Ключевые характеристики, какие систематического обзора, не только как кокрейновского, должны быть. Это четко сформулированные задачи. Предопределенные критерии приемлемости или критерии включения. Это точная воспроизводимая методология, чтобы каждый, кто прочитал систематический обзор, мог полностью пройти по всем его этапам и воспроизвести эту методологию. Систематический поиск исследований, оценка пригодности включенных исследований и систематический синтез и представление результатов. И здесь представлено как рейнское пособие по разработке систематических обзоров, которое также доступно онлайн. И вся методология там описана, и вы тоже можете с ней ознакомиться. Какая же мотивация? Почему необходимо разрабатывать эти обзоры? Прежде всего, чтобы разрешить вопросы с теми доказательствами, которые на сегодняшний день противоречивы здравоохранению. Мы не имеем однозначного ответа на какой-то вопрос, либо имеется какая-то неопределенность в области эффективности и безопасности тех или иных вмешательств, диагностических или лечебных. Вторая важная цель – поддержать практику, то есть как раз обратиться к этой неопределенности, изучить вариации и либо подтвердить существующую практику, либо ее не подтвердить и показать, что остается неопределенность еще в этом вопросе и необходимы дальнейшие исследования, и пока на сегодняшний день однозначного ответа нет. И суммировать доказательства, чтобы помочь людям принимать решения. Команда авторов обзора, как правило, представляет не менее двух авторов, представляющих разный уровень экспертизы, то есть различные области экспертизы, это и клиническая, это и статистическая экспертиза. Кроме того, в последнее время, как Рейн обращает внимание, что очень важно включать как в разработку обзоров, так и в их рецензирование потребителей самих непосредственных, то есть пациентов, то есть их необходимо тоже включать и в состав группы, которые рецензируют как Рейнские обзоры и на уровне протокола, и на уровне полного текста обзора, и в том числе и включать их в качестве авторов, то есть чтобы они тоже включались в этот процесс. Редакционный процесс, то есть что важно, что постоянно разработка как Рейнского обзора сопровождает группа как Рейнского обзора, к теме, к которому относится этот обзор. Это начинается с регистрации названия самого систематического обзора, предотвращает повторы, гарантирует соответствие и четкость темы. Кроме того, вся поддержка продолжается на протяжении всей разработки обзора, которая длится, как правило, не менее одного-двух лет. Это и первый пункт контакта для всех вопросов, это и стандартные методы текста обзора, они могут предоставить необходимые шаблоны, допустим, для сбора данных. И, кроме того, есть специалисты сейчас уже по поиску литературы, которые выполняют поиск, вот этот облегчает поиск исследований для как Рейнского систематического обзора и, конечно, статистической экспертизы. И группа как Рейнских обзоров решает, действительно, публиковать или не публиковать обзор, требует он доработки или нет, то есть представляет экспертную оценку и помощь в этой экспертной оценке в дальнейшем. Здесь представлены основные шаги как Рейнского обзора, и, наверное, не буду на них подробно останавливаться, просто озвучу. То есть по всем этим шагам идет каждый как Рейнский обзор. Это, прежде всего, четко сформулированный вопрос, на который стремится ответить как Рейнский обзор. Далее планирование критериев приемлемости доказательств или критерия включения, планирование методов после первых трех шагов публикации протокола, что важно для систематических обзоров, что в первую очередь публикуется протокол как Рейнского систематического обзора, и он тоже проходит все уровни экспертизы. И затем уже после публикации протокола автор приступает к разработке полного текста, который включает и поиск исследований, критерии приемлемости и их применение, сбор данных, оценку исследования на предмет смещения, анализ и представление результатов, интерпретацию результатов, формулирование выводов, и в дальнейшем уже публикуется полный текст как Рейнского систематического обзора. Но важно, чтобы работа не останавливалась, и как Рейн стремится к живым систематическим обзорам, то есть которые периодически всегда обновляются по мере появления новых данных клинических исследований и включения их в систематический обзор. То есть периодически публикуются обновления, для некоторых обзоров они могут быть более реже, для так называемых живых систематических обзоров могут быть более частые обновления, особенно если это такая область исследования, в которой исследования постоянно продолжаются, и появляются новые доказательства, и нам необходимо их актуализировать. Строгий подход к поиску, что отличает как Рейнские систематические обзоры и вообще систематические обзоры, требует обширного поиска, недостаточно одной-двух баз данных посмотреть для того, чтобы сделать обзор, поскольку это уже будет однозначно представлять смещенную оценку тех исследований, которые на сегодняшний день есть по этой теме, по конкретно этому вопросу. Ограниченный поиск может не дать, то есть может дать не репредитативный набор исследований, и, соответственно, неполные результаты смещения на уровне отбора исследований и сниженную обобщаемость, и, конечно, отразится на балансе чувствительности и эффективности. Систематические обзоры Кокрейн таким образом представляют собой золотой стандарт качества на сегодняшний день в доказательстве здравоохранения и синтезе доказательств, и важно отметить, что метаанализ еще не равняется систематическому обзору, систематический обзор может быть исключением метаанализа, в том случае, если есть возможность объединить результаты нескольких исследований, но он может быть и без метаанализа. То есть важная именно ценность представляет сам по себе систематический обзор, который представляет собой критическую оценку исследований по конкретному вопросу на сегодняшний день, который есть, и управление, конечно же, смещением, и оценку риска смещения в каждом включенном исследовании. Поскольку сегодняшний форум и наша сессия проходят в рамках, именно посвященных онкологическим заболеваниям, онкологическим вопросам, важно также показать, сколько украинских систематических обзоров в области онкологии на сегодняшний день есть. Это вот свежие данные, 714 систематических обзоров, если мы проведем поиск по канцер, то есть по раку, и на сегодняшний день также мы этим гордимся. Есть 204 резюме из этих обзоров, переведенных на русский язык, и доступных также на сайте русскоязычной страницы сайта kukrain.org, и мы приглашаем вас всех ознакомиться, кроме того, приглашаем вас, конечно, к сотрудничеству, о чем тоже скажу попозже. И вторая важная цель – обеспечение доступности доказательств, кроме того, что необходима их разработка. Каждому везде во всем мире это должны быть ориентированные на пользователя дизайна и разработка, доступный язык, что они должны написаны доступным языком, чтобы их можно было поднимать разным специалистам, не только в этой области. Кроме того, мультиязычное представление доказательств – этот проект развивается сегодня чрезвычайно широко, то есть многообразие языков, на которых должны быть представлены доказательства из кокраинских систематических обзоров, и открытый доступ на сегодняшний день, вот открытого доступа в России пока нет, но для стран с низким уровнем дохода, да, и выше среднего, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день есть бесплатный доступ ко всем текстам кокраинских систематических обзоров, но, во всяком случае, кокраин развивается в том направлении, чтобы все обзоры стали доступными, то есть их полные тексты, но, конечно, краткую информацию, как абстракты, и резюме на простом языке мы можем посмотреть и на сегодняшний день в открытом доступе. Приоритетные проекты кокраин, только кратко по ним пробегусь, с чего самое первое, наверное, мы начинали, это проект кокраин «Обучение», который разрабатывает и модули обучения, как по разработке систематических обзоров, так же, как понимать эти доказательства из кокраинских систематических обзоров, и мы перевели на русский язык 14 презентаций, которые представляют собой модули по разработке кокраинских обзоров, которые представлены на нашем сайте, и также доступны, и мы вас всех приглашаем. Проект переводов кокраин, который был начан в 2014 году, и мы активно в нем участвуем. Проект трансляции знаний, достаточно новый молодой проект, Это большой проект, который направлен на то, чтобы те доказательства, которые были разработаны в процессе систематического обзора, достигли своих конечных пользователей. И в этот проект сейчас уже включен проект переводов. Проект Task Exchange чрезвычайно важный для исследователей, для разработчиков кокраинских обзоров, поскольку они могут обратиться друг к другу за помощью в тех исследованиях, которые опубликованы не на своем языке, допустим, на французском, на китайском, на японском, обратиться к исследователям из этих стран, чтобы они помогли перевести какую-то необходимую информацию, извлечь какую-то необходимую информацию, которая будет необходима для разработки кокраинского обзора. И проект Cochrane Crowd, который направлен на то, чтобы оценить исследование, допустим, является оно рандомизированное или не рандомизированное контролируемое испытание для того, чтобы сформировать регистр соответствующих испытаний. У нас очень активно участвовали в этом проекте наши студенты, аспиранты. Это тоже очень значимый проект. И наш проект переводов, которым мы гордимся, и мы начали его еще до образования нашего центра. В 2014 году, с самого старта этого проекта, переводы на русский язык также были начаты. Мы переводим резюме кокраинских систематических обзоров. Некоторые группы из других стран переводят также абстракты кокраинских систематических обзоров. Но основная цель именно охватить как можно больше обзоров, то есть перевести хотя бы краткую их информацию, то, что есть в резюме на простом языке. И, соответственно, чем больше будет этих данных, тем лучше. Кроме того, мы переводим подкасты и блокшоты. Это доказательства немного в других форматах. Пресс-релизы, новости, прочие материалы. Мы поддерживаем постоянно русскоязычную страницу сайта Cochrane.org. Ну и, кроме того, также переводим обучающие материалы, документы и различные видеоролики, касающиеся разработки кокраинских обзоров и используемых доказательств. И на сегодняшний день опубликовано 2226 резюме кокраиновских систематических обзоров на русском языке. То есть представлены эти переводы в открытом доступе. Здесь есть ссылка на этот сайт, на который мы можем посмотреть. Здесь можно посмотреть по разным областям медицины, выбрать то, что вас именно интересует. То есть те резюме на русском языке, которые на сегодняшний день есть. Доказательства немного в других форматах, которые позволяют сберечь время, особенно в современных условиях, когда время крайне ограничено, чтобы что-то прочитать, что-то посмотреть. Но, во всяком случае, кратко ознакомиться с тем, что показал кокраинский систематический обзор. Можно также в блокшотах, которые представлены в виде картинки очень краткой информации из кокраинского обзора. То есть самая его выжимка. Либо в виде подкастов. Это те доказательства, которые можно послушать, скачать. То есть это тоже все доступно на сайте. Но также можно прочитать их тексты. И на сегодняшний день мы перевели более 100 подкастов, и они доступны на сайте. И более 200 блокшотов, которые также доступны на нашем сайте. Приглашаем вас всех на сайт «Кокраин.Россия». Со всеми этими материалами можно ознакомиться на нашем сайте. Здесь тоже есть ссылка на сайт. В разделе «Публикации» представлены наш кокраиновский обзор с участием наших исследователей. Представлены доказательства других форматов. Это блокшоты, блокшоты, подкасты и пресс-релизы. То есть различные информации. В разделе «Тренингов» вы можете увидеть информацию о наших обучающих мероприятиях. Ежегодно традиционно мы проводим наши семинары по разработке кокраиновских систематических обзоров. Для исследователей, для практиков здравоохранения, для всех, кто интересуется методологией проведения клинических исследований, систематических обзоров. И всех вас приглашаем. То есть эта информация у нас тоже периодически вся обновляется. И приглашаем, конечно, всех на русскоязычную страницу сайта «Кокраин.Орг», о чем я уже тоже говорила. И тоже можно ознакомиться с актуальной информацией, которая периодически обновляется. И всех вас с радостью приглашаем к сотрудничеству вместе с нами продолжать эту важную работу. Здесь представлена картинка приглашения к сотрудничеству. Присоединяйтесь. И мы будем рады всем, кто сможет участвовать к нам и в разработке обзоров, и в разработке других доказательств, как РЭИ на русском языке. И, кроме того, в нашем проекте переводов очень важно, что в проект перевода включали специалисты из разных областей медицины, поскольку это и облегчает перевод непосредственно этого текста. И, кроме того, это полезно самому специалисту, который постоянно поддерживает вот эту актуальную информацию, которая на сегодняшний день есть, по разработке систематических обзоров о какой-то определенной области медицины. И в завершении презентации разрешите передать благодарность руководству Казанского федерального университета, который на сегодняшний день является домом для нашего центра, домом для Кокрэйн России, руководству Кокрэйн Центрального исполнительного комитета Кокрэйн Северного центра Кокрэйн, к которому мы относимся, координаторам проекта перевода в центральном, мы имеем в виду, всей команде нашей Кокрэйн России, всем нашим коллегам, всем нашим сторонникам. И проект переводов, конечно, важно также сказать слава благодарности нашим участникам, более 200 участников за этот период успели поучаствовать в нашем проекте. И большие отдельные слова благодарности, конечно, организаторам сегодняшнего форума, организаторам сессии по клиническим исследованиям и этому замечательному городу Санкт-Петербург. Спасибо большое. Продолжение следует...